Всем привет, уважаемые зрители! Мы продолжаем тусоваться в Borderlands и в дополнении крошка Тина штурмует обитель дракона в этом великолепном фэнтезийном дополнении. Тут двое стрелков, сразу же мы с ними разберемся. Нако из Ивана Ивановича просто в рожу. И вот выроняем действительно, мгновенно заряжает щиты на 25% этот усилитель щита. Подбираем еще, что подбираем? Подбираем еще модификатор класса беленький, не хочу его использовать. И бежим, бежим по следу королевы, конечно же. Вот сюда нам по патронам все отлично и настроение великолепное, хотя здесь в лесу достаточно темно. Посмотрите, что такое, что такое? Скользкий зеленый Василиск. Ага, Василиски. Если вы помните, друзья, если вы смотрели Baldur's Gate, Василиски нам там действительно много неприятностей предоставили. Но мы справились со всем и здесь справимся. Зелененькие они. Камень. Ух, ничего себе, какой прыгун. Скользкий зеленый. Ну давай, раз, два, три. Отлично. Вот там вот эта башня какая-то, посмотрите. И оттуда вот это зарево, или как это назвать, гром там. Листочки здесь летают. Там, видать, какие-то темные дела творятся. Какие-то темные колдунства колдует этот злой красавчик-волшебник, который похитил королеву. Ну ничего, ничего. Мы ее спасем. Кто здесь? А, это Девлин. Девлин. Давай Элвис Девлин. Элвис Девлин. У него действительно прическа похожа на великого короля. Кто бы мог подумать. Реверни. 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 Потому что только он может открыть дорогу. И я знаю, где он находится. Верни, пункт! Ага. Им нужно привезти белого рыцаря. Белый рыцарь. Ох, друзья. Хорошие воспоминания с молодостью. С белым рыцарем. Потому что у нас такое кафе было. И мы туда студентами ходили. Белый рыцарь. Его закрыли уже на площади рынок. Но хорошее было кафе. Куда нам по карте? Нам нужно аж сюда идти. Но здесь, по-моему, был еще сайдквест. Да. Мистер Торк сообщил вам, что рядом с убежищем огненного камня находится здоровенное чудовище. Торк попросил вас убить его и обрести славу. Давайте. Да, действительно, это прямо здесь. Прямо нам. По дороге. По дороге. Ну что ж. Отправиться в логово монстра. Почему бы и нет? Отправляемся. Давай, патроны подбери. Продал я, кстати, эту винтовку или нет? Потому что мне Джейкобс не нравится. Продал. Ну и хорошо. Ладно. Мы и так справимся. Здесь бочки. Здесь, судя по всему, какой-то сейчас файт будет. Но нет, никто. Никто не появляется. Посмотрите. Шатается прицел. 420Е Спортсмаста пьет бутылку. 720 ноу-сколп хэдшот. Ха-ха-ха. Dat. Vault Hunter XX. Это какие-то отсылки, наверное, к МММО. РПГшным никнеймам. Давайте подойдем к этим парням. Ага, смотрите, бафы они на себя поналожили и сражаются. Но мы монстра, по-моему, положили. Мы готовы убить! Что? Сейчас мы должны ждать 5 минуты для их респауна! Это действительно нашу декаду! Использовать 20-спит-рог! Аддиаа! Если вы сделаете эти другие игроки рейд-су, вы можете просто убить их на себя! Если вы убить одного из них с melee, поднимите другого снипера римля, и десекрите последний раз, они будут рейд-су! Сокрились на нас, господи! Чайный пакетик нужно сделать, убить в ближнем бою, и убить выстрелом в голову! Вот этого нужно хэд-шотом! Хэд-шотом... Ну, не знаю... Что ты делаешь? Они все будут? Да, они все! Давай вот этого в голову, господи! Турель, брось сюда! И попытаемся вот этого хэд-шота отдать ему хэд-шот! Получилось? Получилось! Два раза нужно это сделать! Так, давай... В... В... Этого... Вот так с этим что нужно сделать? Валдхантер... Чайный пакетик нужно сделать, господи! Это вот это! Я когда играл, друзья, самый первый раз, я просто... Я просто не мог понять, чего от меня хотят чайный пакетик! Оказывается в МММО играх это издевательство над трупом? Типа ты, ну... Простите, с задницей сел на его трупе... Я не мог понять вообще... Вот они воскресают, а одному из них нужно в ближнем бою завалить! Почему не все воскресли? Почему они не атакуют? Что такое? Что такое? Мы только двоих положили! Ну вот они, давайте Вперед, ну что такое Неужели какой-то мы Ловили божецкий Нет, вот они бегут, наконец-то А, взять оружие нужно, господи Ну есть у нас снайперка Ну что-то они залагали Что делать, вот они бегут, наконец-то Ну давайте, вперед сражаемся Они что-то, друзья, действительно подлагали И это Значит Ну, идите сюда У них видно что-то с соединением Наверное, это тоже какая-то отсылка К этим МММО-играм Что-то они застряли, они хотят идти сюда Может нужно подойти к монстру и они За нами последуют, не знаю Ну нет, они стоят на месте Понятно А обязательно из снайперской винтовки Вот этого валить, тоже не ясно Ну давайте Давай, отстрянь, отстрянь парень Вот этот отстрял Все, сейчас начнется бой, судя по всему Ну Что такое Не хотят они спауниться опять Не знаю, словил я баг, значит Словил баг Давай вот этого еще подтолкнем Пошел, пошел Бежит, бежит, ну Все подошли сюда Все готовы сражаться И что делать Блин, ну хорошо Давайте сделаем так Выход сохранится и выйти И переиграем просто этот момент Потому что не знаю я Не знаю я Че, че, че это произошло Никогда у меня таких багов раньше не было Так, надеюсь, что квест засчитается Эти два Два килла, которых мы уже сделали Значит, одного валим Одного нужно будет в мели завалить Ну я думаю, его можно будет ослабить И потом Нашим тамагавкам добить Ну только проблема в том, что мы Отспавлимся на самом начале уровня И все враги возродятся Ну Это далеко не проблема Так, все прорисовалось Кто там у нас? Супер безбашенный рыцарь Мы можем их даже пропустить Этих супер безбашенных А нет Вот здесь вот эти все парни Отспавнились тоже Бросают турель Бросают две гранаты сразу Потому что лень Служаться даже три Что-то подлагало Видно, не все отрисовалось Давайте их быстренько положим Кстати, этот 42-й уже супер безбашенный Они, по-моему, на этой сложности Уже под наш уровень должны Под все квесты И все противники подстраиваться Вот он совершает прыжок невероятный И бросает в нас свой меч Взял и склеил мне меч И даже мне Даже мне, да Сбрасывает щит Стрелки Вспомнили Вспомнили лица своего отца Стреляй, давай, экстант Стреляй по этому стрелку Сейчас мы должны его положить И чтобы подходит Второе дыхание Получилось Отлично Что? Опять ты выронил Этот Не понимаю Не понимаю Почему ты выронил его А может быть Вот этот Скользкий Как это называется Осторожно Скользко Может быть Мы при Когда мы меняем оружие То Мы Роняем этот пистолет Пулемет У меня в первой Бордерлендс Как-то Выпал пистолет У меня какой-то Невероятный И он у меня Тоже вылетал Он просто В какой-то момент Исчез Вот они стоят Дальше Давай туда сразу Им турель Гранату И Вот этого Хедшота Нужно Хедшота Нужно Уничтожить Спортмастер Нет Не тот А мы их сразу Положили Господи Этим взрывом Нужно условия Выполнять Вот они Спавнятся Опять Что неужели Опять застрянут Опять они Застревают Да шо ж такое Шо ж ты будешь делать Ну давай Давайте Парни Может квест Переключить Вот они Что-то начинают Двигаться Бегать Тут В экипировку Тап Мне пишут Ну давайте Зайдем В экипировку Снайперская Винтовка У нас есть Приготовлена Она Не знаю Друзья Что-то Даже происходит Опять они Заглючили Давайте Попробуем Сменить квест Тогда Пойдем От обратного Включим Вот этот Вот Когда мы С дробовиком Нет В экипировку Ничего не пишут А может Что там у нас А жетоны Безбашенности 9 штук Накопилось Давай Все их сразу Закинем Может это Влияет Нет Не хотят они Отспавниваться Почему-то Может быть Потому что Мы первые условия Не выполнили Ну шо Опять Переигрывать Я даже Не знаю Вот они Потихоньку Бегут Что-то Но не хотят Не хотят Давайте друзья Я нажму паузу И на самом деле Вернусь Когда Они Отспавнятся Так Так вот Вроде бы Получилось Сейчас Нужно действовать Осторожно Тут Какую-то Они еще Бросили Штуку Значит Хедшот А хедшот Что надо Сделать Хедшота Выстроен в голову Потому что Его убили Этот Ноус Сделаем Чайный Пакетик Здесь Вот Таким Вот Образом Вот Получилось Он конечно же Оскорблен Невероятно И урон В ближнем бою Ну в ближнем бою А вот Этот Этот спал Уже Ну хорошо Мы сейчас Спокойно Спокойно В ближнем бою Думаю Два раза Завалим Раз Только В ближнем бою Давай Раз Два Ну давай Подходи Подходи Я то не могу Защититься Щитом Но я могу Выронить Я могу Так Один раз Готов Такое Киберспорт Наверное Такая Отсылка К этим Психованным Психованным Киберспортсменам Вот он избегает Но мы зайдем К нему сзади Сзади зайдем Вот он Упал Споткнулся Давай Ой-ой-ой Очень быстро Я Прострелился Взять оружие Там взятое оружие Уже Господи Где он там Давай спавнимся Опять На-ка На-ка Говорю На-ка Ну Вот он опять Бежит сюда И тут еще Мы Да Ну давай Парень Давай Ты готов Сразиться В честном Бою Опять он Застрял Да Что ж ты будешь Делать Никогда У меня Раньше Не было Таких штук В бордер Такие лаги Были Господи Вот он Наконец-то Отспавнился Давайте Ему Поддадим Только в этот раз Чтобы его не убить Сразу Попытаемся Давай Давай Мокси Возьмем Особо Сильно Мы не наносим Урона Главное Чтобы он Нас Тоже Не завалил Происходит Невероятное Сражение В ближнем Бою Я не помню Можно ли В ближнем Бою Все Есть Йоло Хештег Да Что-то Он Прикричал И Ну и Давай Монстр Супер Безбашенный Скелет А Что это За монстр Разве Ничего себе Какой он Плотный А Потому что Он Щитом Закрывается Ну Давай Туда Турель Немо Бросим И Гранату Порту Куда Спрячемся Здесь И Какой-то Действительно Монстр Мощный Какой-то Усиленный Усиленный Давай В таком Случа Его Зашлыкуем И Просто Будем Уничтожать Из этого Из Вот Этого Перезаряди Перезаряди Конечно же Экстон Быстрее Готов Отлично С горем Пополам Наконец-то Мы Выполнили Этот Проклятый Глючный Квест Действительно Друзья Никогда Раньше У меня Бордерландс Не Подглючивало Но Не знаю Давайте Сменим Задание И Все-таки Пойдем Уже Да Это Нужно Возвращаться В убежище Это Я За кадром Сделаю Там В награду По-моему Какой-то Дают Уникальный Уникальный Гранатомет Или Что-то Такое Вроде Да Действительно Гранатомет Так И Теперь Мы Идем Найти Белого Рыцаря Ну Хорошо Мы Бежим Пополняем Запас Патронов Какая У нас Сейчас Граната Стоит Только Скажите Мне Попрошу Так Вот Это Меливан Пусть Она Будет Действительно Пусть Она Будет Мне Нравится Мне Что У нас Нету Хила Нам Нужен Хил Всегда Тут Посмотрите Тут Дирижабль Судя По всему Упал Это Наверное Тот Дирижабль Который Который Мы Взорвали По Посылу Мистера Торга Видим Алтарь Светящийся Там Одинокая Фигура Стоит И Его Взор Ее Устремлен Туда Хорошо Что за Алтарь Давайте Чекнем Сразу Алтарь Боеприпасов И Вот Это Просто Огонь Горит Выстрел Выстрел Не нравится Винтовка Штурмовая Мне Посмотрите Как Водит Прицел Невозможно Стрелять Давайте Поговорим С этим Белым Лыцарем Большой Красный Дракон Друзья Выбрасываю Турель Сразу И Отступаю Да 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 Беги Беги Где Дракон Все Взрывается Вот Он Так Его Нужно Шлаковать Он бросает Он бросает По нам Можно Его Зашлаковать Два Дракона Два Дракона Этого Зашлаковали Давай Из Моксиного Да Фиговый Фиговый Очень Пистолет Булемет 40 уровень Господи Опасно Опасно Нужно Нужно Его Шлаковать А пусть Ролан Стреляет По нему Не получается И штурмовуха Это не особо Хороша Как то я Попадаю Каким то Образом Ну не знаю Они вот Летающие И очень Неприятно С ними Сражаться На таких Противников Нужно Что то Очень Точное И Скорострельное А Роланд Свою Турель Тоже Выбрасывает Хорошо Мы еще Можем Гранат Бросить Здесь На самом Деле Ну как то Пока они Сосредоточены По турели И по Роланду То мы Можем С ними Справляться Щит нам сразу Сбивают И мы горим Я выбрасываю Сразу две Гранаты Потому что По моему Сейчас я не выживу Да Борьба за жизнь Начинается Давай Хоть одного Хоть одного Нужно Еще гранату Выбрасывай Дробовик 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 Не особо Не особо Нужно Сейчас попадать Нужно попадать Одного Завалил я Но почему то Почему то Третья смерть За игру Или четвертая Если считать Если считать Задание Критический Промах От Возможно Его турель добила Или его Роланд добил Непонятно Отспаунились мы Относительно Недалеко От места событий Возобновляем Гранаты Перезаряжаем Все Где пистолет Пулемет Это Чтобы он не выпал Конечно В самый ответственный момент И противник Противник Один остался Только Да Ну Значит Нельзя Чтобы он Нас подпалил Потому что Господи Невозможно Из этого Стрелять Что есть еще Есть еще Снайперская винтовка От какой фирмы Тоже От Джейкобс Давай ее возьмем На самом деле Нет Не то ты делаешь Это вот сюда Это вот сюда Это не так А вот это Возьми От Джейкобс Хотя бы будешь Урон наносить Хороший Если попадешь Конечно же Летит прямо На нас Нифига Мы его сразу Кританули Выбрасывай Гранату Роняем Роняем Вот этот Усилитель С щитом Выбрасываем Собственную Турель Застреваем Перезаряжаем Револьверная Винтовка Такая Где этот Дракон Не вижу От бедра Даю Как в олдскуле Как в олдскуле Даю от бедра Отпрыгиваю Назад Он сосредоточен По турели Даю от бедра Просто Не хочу целиться Прицелился И хуже Получается Чем от бедра Давай Дробовик Сразу достанем И допьем его Господи Как он летает Не могу На опережение Дать А и Роланд Выбрасывает Свою турель Она должна Хилить Хилить Кто там еще Еще дракон Большой зеленый Дракон Появляется Но он один Хотя бы Этот кислотой Должен Плеваться Берем Отдаль Снайперскую Винтовку Выбрасываю Гранату Еще одну Граната Должна за ним Лететь Ну очень неудобно С ним сражаться Зашлаковали Давай теперь Снайперскую Вот эту Где он Где он Где противник Вижу Промазал Давай из этой Сдаль А вот уже не успел Потому что Закончилось Действие шлака Три гранаты Осталось Одну надо Оставить На всякий случай Абсолютно Не попадаю Давай Пистолет Пулемет Хотя бы Скорострельный Можно будет На опережение Немножко ему Поддать Выбрасываю Собственную турель Перезаряжаю Пистолет Пулемет Ой Очень не люблю Вот этих Летающих Противников Не получается У меня На опережение Давать Сейчас Можно его Зашлаковать Попытаться И сейчас Главное Сутеса Не упасть Перезаряжаю Эту снайперку От Влада От Джейкоб Точнее Уже путаюсь Я Выбросили щит Нам сейчас Щит не нужен Нужно его Попытаться Фокуснуть Как-то я Каким-то чудом Попадаю Даже по нему Вот он завис Это наш шанс Он летает Постоянно Сволочь Такая Ну-ну-ну-ну-ну Пытаюсь Дать на опережение Не получается Не получается У меня Хорошо стрелять Сегодня по нему И вот он Наконец-то Сработал Сработал Еще и урон Электрический Он теперь Горит Подгорает В этом Электричестве Всем Сейчас добьем Сейчас добьем Друзья Где он Где он Господи Где он Вот он Давай С дробовика Добиваем Да есть же Получилось Поговорить С белым Лыцарем Ну давай Белый Лыцар Давай Сейчас мы С тобой Позатрем Эй, 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 шорди Ты лучший Как ты? Это не может быть здоровым Ты работала, девушка Я бы рады Счастливать В твоей цели Роланд Не говори Так Он говорит Когда я голосую Да Для Шизл Сейчас Поехали Достает от Владов Да, штурмовую винтовку И бежит Бежит Роланд Я был в этой блее Блоком Для кого-то Берем Вот так-то Мистер Торг Да Что-то Че-то 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 Многие, конечно же, это как в первом Бэтмене от Тима Бертона, когда этот пришел журналист и вот эту первую девушку видел, он увидел не ее, он увидел ноги, и здравствуйте, ноги, он сказал, потому что она читала какую-то из его статей. Вообще, вот эти Бэтмены от Тима Бертона, они мне больше нравятся, чем современные, но хотя, хотя, современный тоже хорош, но не те, не, конечно же, не Бэтмен против Супермена, потому что это отвратительный фильм, я не знаю, я очень поливался, но старые все равно, какие-то они более атмосферные. Окей, ну давай, поднимай свой меч, меч, и что? Конечно, мы найдем, что-то такое, говоришь, Девлин, мы найдем и всех победим, и тут есть магазины, и мы тут задержимся, на самом деле, пусть они бегут, эту продаем, но не могу из нее стрелять, хотя сейчас не время, наверное, продавать штурмовую винтовку, куда у нас других не осталось. Ой, на безрыбье и рак рыба, говорится, как говорится, давайте снайперку эту пройдем, а штурмовуху, штурмовуху все-таки постреляем еще из нее. Владов не падал ни разу, хороший какой-то, синий, не знаю, хотя бы если зеленый упадет, то буду стрелять. Друзья, хочется уже такую более приличную штурмовую винтовку, ну потому что вводит этот прицел, урон, конечно, невероятный, и сколько урон? 2716 умноженный на 3, но этого мало, этого явно мало, этого нам мало. Здесь стреляем, что здесь у нас, что такое, кто там? Ага, след воин, все. А почему Роланд не прикрыл, почему Роланд не прикрыл? И по нам вдарила, а, это заклинатель этот проклятый, выбрасываю турель, бросаю гранату, уничтожаю заклинателя, поднимаю щит, усилитель щита, отлично, продвигаемся, что там, там двери какие-то запечатаны, и там, по-моему, какой-то сайт квест должен быть, не могу припомнить, не могу припомнить, перезаряжаем здесь все, лутаем, и бежим за Роландом просто, бежим за Роландом. Друзья, наш путь ведет к этой башне, найти королеву, прыг-прыг, отлично, отлично, что это за место? Ну, давай, Дэблин, давай. Давай, снимай, проклятие, а ты, Роланд, приготовься, что он сделал? Вот дерьмо, заклинание короля. Так, а тут почему-то перевод не сработал, король Алия на нас нападает. Выронил, выронил, господи. Поворот сюжета, да, выронил пистолет-пулемет, очень не вовремя, и давайте здесь, раз тут уже боссы пошли, переключимся на пакетомет. Давненько мы хорошенько не поддавали в паромах, промах, попадения. Отвратительно и отвратительно стрелять, но мы тут с Роландом, я думаю, мы справимся. Выбрасывает турель, стреляем в этого короля Алию, вот эту отсылку я на самом деле не знаю. Возможно, тоже к Дарк Соулс. Тут будет, ой, кто-то по нам попал, это лучник, лучник застанил нас, очень нехорошо. Ну, надо босса фокусить на самом деле. Фокусим босса, выбрасываю гранату, давайте я заменю гранату, надо больше урона на вот эту. Вот эта граната должна все делать. За королеву, кричит Роланд, и там, смотрите, неутомимый скелет. И этот король Алия из глаз стреляет, стреляет из глаз, но он повержен уже, повержен. Что там такое? Что там происходит? Бери дробовик, и голова его летает, голова короля скелетов, господи. Какие-то глюки сейчас с переводом начались, хотя раньше, по-моему, такого не было, не знаю. Может, сеть надо отключить на самом деле? Могу сейчас, на самом деле, играть в сетевом режиме. Но к нам никто не спавнился еще, может, я просто забыл, забыл это выключить, не знаю. Сейчас не время проверять на самом деле. Голова короля скелетов летает невероятнейшим образом. Бросаю гранату, бросаю турель, готово. Готово. Здесь есть алтари еще, алтарь можно будет подобрать, если будет нужда такая. Что здесь? Пистолет от Джейкобс. А давайте возьмем на самом деле. Что там по нам? Это револьвер. Король корона. Ну, давайте подадим ему сначала из шлакового оружия, попытаемся его зашлаковать в него резисты, а потом подадим из револьвера. Отличный урон идет. Давай ему по голове просто отлично. Пару критов прошло. Бросай гранату. Стреляй. Револьвер очень стильный здесь сделанный. Хорошо мы вносим по нему на самом деле Роланд. Роланд ставит свой турель. Турель еще из первой части. На ней можно хилиться. Король что-то тупит. Пытаюсь попасть по голове, но отвратительно стреляю, друзья. Не могу попасть. Каждый раз критом. Но король корона что-то какой-то вообще медленный и не безинициативный, я бы сказал. Бросаю дробовиком по нему. Заменил пистолет, потому что не хочу пользоваться, чтобы выбросился в самый ответственный момент этот пистолет. Пулемет от Мокси. Лучше тут будет револьвер. Хороший урон. И тут хороший урон нам наносит неутомимый скелетавр. Скелетавр. Король корона Гартовщинга. Да, скелетавр. Нужно вот эти мечи вырывать. Вырывать на самом деле голова короля скелетов. Должна ж писаться, по-моему, голова как раз этого. О, она, говорится, на турель совершает глупость. Но теперь улетает в последний момент. Он понял, он подслушал. Отлично, отлично. Куча лута лежит на самом деле. И сейчас не время смотреть, потому что нужно сражаться. Так, выходит король Сет у нас. Мистер Сет. Ну давай, Сет Грин, тебя дадим из штурмовой винтовки. Ага, неутомимый уже ожил тут. Еще один появляется. Попробуем короля Сета. У него резисты. Резисты, нехорошо. Бочку подбрасывать, господи. Нужно перезарядить. Ой, он своими глазами стреляет. За королеву кричит Роланд. А мы королю Сету дадим просто три раза из... Не можно его зашлаковать, друзья. Резисты, это нехорошо. Давайте попытаемся отмансить. Когда на самом деле... 43 уровня они, но не особо, не особо мощные. Но вот сейчас он разогнался. И нужно убегать, бросать турель. Турель взрывается, да. И король Сет... Нет, король Сет идет на нас. А вот теперь мы отступили. И нет, нет. Я хотел на самом деле этого короля Сета отагрить на турель. Но мы немножко передислоцируемся. Да, и он теперь займется Роландом, судя по всему. А мы туда просто будем выносить. Просто будем выносить туда. Этот еще неутомимый скелетавр. Очень не вовремя. Очень не вовремя. Вот теперь король Сет стреляет по нашей турели. Но это время нам вынести по нему хорошенько. Еще гранату можно бросить на самом деле. Они тут, я насколько понял, постоянно, постоянно вылазят из этих своих склепов. Эти скелеты. Сейчас мы, по идее, добили короля. Да, и голова его осталась пока. Даем по ней... Ой, она нас выбрасывает. Она в мили атакует. Видно, она не может стрелять. Неутомимый скелетавр. Тут бой нешуточно идет. Я где-то потерял Роланда из вида. Вот голова скелетов. Даем по ней просто... Даем. Вот остался один быстрел. Ну давай, из револьвера получилось каким-то чудом. Я не знаю. Я наугад стрелял. Выходит последний король. Кто это у нас? Не видно, что здесь граната. Нет, эта граната не сработает. У них резисты. Кто-то, кто-то там... Кто-то там неутомимый скелетавр 45 уровня. Нам игра подсказывает, что он очень жесткий. Все взрывается здесь. Где Роланд вообще находится? Бросаю турель. Король Назар успел я прочитать. Вдарил таким образом, что вообще мне сбил все щиты. Попытаемся здесь что-то подобрать. Это бандитский пулемет. На самом деле, я думаю, настало время, друзья. Хотя он по урону хуже, но 50 патронов в магазине. Мы просто сейчас будем вносить в него короля Назара. Ой, нас сильно пробивает. Нужно выбрасывать гранату одну и вторую, чтобы захилиться. Чтобы захилиться. Кого-то мы даже там убили. Давай, вноси из пулемета просто. Вносим в него. Фулл ДПС, фулл ДПС. Конечно, не особо хороший урон, но зато из пулемета поспилять. Что может быть круче? Перезарядка, правда, достаточно долгая у этого пулемета. Ожил тут этот скелетавр. О, нет, нет. Избежать, избежать выстрелов в волшебных глаз. Скорее, скорее. За королеву в очередной раз кричит Рональд. Я переключаюсь на пистолет и пытаюсь выносить. Летят мечи, летят тут всякие штуки. Там эти скелетавры оживают. Не знаю, давай еще попытаемся внести. Редко выпадают крутые пулеметы, но мне они очень нравятся на самом деле. От фирмы Бандит. Это единственное оружие, которое мне нравится. При должной сноровке можно хорошо, хорошо наподдать. Заканчиваются гранаты у нас. Нужно здесь попытаться залутать. Гранаты нету нигде. Нигде нету. Здесь есть одна граната. Выбрасываю ее. Даю просто на подавление в этого короля Назара. Он готов. Еще это и возможность перезарядиться. Кстати, можно отступить за турель Роланда. Немножко подкилиться. И вот этого неутомимого нужно сразить. Потому что он очень что-то какой-то жесткий. Господи, кровавые следы на экране. И осталось уничтожить голову этого короля. Где она там летает? Не вижу, не вижу. Давай на дробовик переключись. Где эта голова? Это остатки. А где сама голова? Вот этот неутомимый надоел уже с 46 уровня. Очень он жесткий. Нужно его уничтожить. Потому что он тут, видимо, видимо, нам еще всяких неприятностей может предоставить. Ну вот, он наконец-то упал. Нужно вытащить меч из его спины. Вижу голову. Пробивают нас. Пробивают. Господи, давай, подорви кого-то. Получи второе дыхание. Нужно успеть вытащить вот этот меч из спины проклятого этого скелетавра. И, наконец-то, заняться головой короля скелетов. Где она? Где она? Где детонатор? Где он? Роняем щит. Все взрывается. Я уже ничего не соображаю. Потому что здесь просто неимоверно все взрывается. И прямо идет на нас. Подбираем усилитель щита. Возобновляем 25% щиту. Даю на подавление. Даю от бедра. Пробивают нас. 25. Давай, второе дыхание нужно получить. Получаем. Перезаряжаем. Мы застанены сильно. Сейчас не время в стан входить. Господи, Роланд, почему ты не помогаешь? Нам нужно гранату где-то подобрать, чтобы захилиться. Нет гранат. Только штурмовые линтовки выпадают. Где эта голова короля? Вот она. Еще чуть-чуть осталось. Давай на револьвер переключимся и красиво это сделаем. Просто от бедра готовченко. Фу, хорошо. И Роланд выбрасывает турель. Теперь мы теперь лечимся. Ну, теперь мы сможем, друзья, залутать. Залутать просто миллионы, миллионы, миллионы лута. Задание выполнено. Перезаряжай, давай. И посмотрим, посмотрим, конечно же, что нам выпало. Ну, я посмотрю это уже, наверное, за кадром. Роланд, у тебя задание заканчивается? У тебя, да. Так, а еще на выбор, смотрите. Заручившись помощью павшего воина, искатели хранилища пали жертвой обмана красавчика-волшебника и узнали, что королева томится в плену. К счастью, в шахтах-гномах их ждали новые союзники. Конкуратский абориген. Возьмем дробовик. Или пистолет-пульмирует. Если вы спросите, что вы называете, что он называется white knight, я могу тебя ударить в плену. Эй, это просто правильный день. Дробовик возьмем. Если вы looking for the queen, the sorcerer's got her. Вы должны выкрутить павшего дробовика-волшебника, чтобы reach his tower. Хорошо, Роланд. Ну, с дробовиком познакомимся и с лутом, который здесь выпал уже в следующей серии, друзья. Есть сайдквесты, кстати, надо посмотреть. Карта большая, достаточно была. Не, ничего не подсвечивается, значит, все ли я залутал. По идее, все. По идее, все. Вот здесь этот заслон магический, который не дает выбраться назад при битве с этим боссом, ну, было на самом деле не так уж и трудно. Хотя последний этот король Назар нам чуть не наподдал, на самом деле. Здесь еще какие-то проходы. А, это как раз и есть проход. Проход, да, в следующую локацию. Ну, что ж, бежим туда, бежим, давайте забежим. И давайте затестим на самом деле абориген. Очень хочется, хотя не будет у нас шлакового урона. Где этот абориген? Урон лучше от Джейкобс. Переходим на Джейкобс потихоньку, да? Ну, неплохо. Неплохо. Бабах! Однозарядный просто дробовик. Ну, какой он стильный, друзья. Какой он стильный. Видим ящики. Давайте, конечно же, залутаем, откроем луткейсы. Это еще не конец. Ой-ой-ой-ой. Большой мимик. Ничего себе. Посмотрите. Посмотрите. Большой мимик. Ну, мы тебе сейчас поддадим большой мимик. Револьвера пробивает нас, мимик. Блин. Взрывается тут же. Выпадает пистолет. И выпадает, да, всякие штуки. Это еще не конец, судя по всему. Не мимик, не мимик. Хорошо. Выпадает бандитский... Бандитский смазанный пулемет. Давайте его возьмем на самом деле. Вот так. Хочу из таких пострелять. Я штурмовуку не буду брать. Пистолет взял. Базуку взял и побежал. Побежал. Перейдем на следующую локацию. Здесь мертвый, очевидно, один из этих королей. Его меч лежит. Перейдем на следующую локацию, друзья. И, ну, на этом уже закончим, наверное, серию. Потому что она затягивается. Долго там бежать? Ой, тут маленький красный дракон. Урон что-то не особо, не особо. Не особо. Из револьвера намного лучше. Ну, давай, давай. Маленьких красных драконов мы сейчас быстро разберем. Какие-то они мощные, друзья, на самом деле. Давай-ка из Джейкобского дробовика поддадим просто в упор. В упор. Наха. Достижение получено какое-то. Тут летают еще драконы. Это какой? Лиловый дракон. Не хочу я на самом деле с ними сражаться сейчас. Хочу уже перейти на следующую локацию. Здесь заперто. А они, кстати, и не нападают, эти драконы. Скользкий зеленый василист. Да, по урону мы просаживаемся, конечно, если использовать, если использовать эти пистолеты все. Давай гранату туда и давай туда вот так будем. Подберем здесь и все. Следующая локация, друзья, будет невероятно забавная. Она мне одна из, ну, наверное, больше других понравилась в игре. Вот. Там будут бородатые дворфы. Это шахты. Настоящий данжен, друзья, ожидает нас. И мы туда, конечно же, спустимся в атему подземелья, потому что мы в основном этим и занимаемся. У нас на канале играем во всякие РПГ. Слабый очень урон у этого пулемета. Однако это не есть. Хорошо, но зато много патронов. Здесь нужно на самом деле думать, что нам важнее. Хороший урон или много пуль. Если вносить на подавление, то, конечно же, лучше много пуль. Много пуль. Но урон, конечно, он тоже важен. Еще это у нас урон улучшенный, улучшенный. А давай с дробовика дадим. Раз. Ничего себе. Каков выстрел? Двас. Все. Дробовику нет вопросов. Урон просто невероятный. Бабах. Выстрел. Как капец. Но не знаю. Можно на самом деле и с Джейкобс побегать, потому что стильное очень оружие от Джейкобса. Перешли, друзья. Перешли. Следующая локация называется Шахты Алчности. И в следующей серии мы уже туда отправимся и посмотрим. Посмотрим. Большой Лиловый Дракон не нападает на нас. Видно, он здесь сторожит. Посмотрим уже, что нас ждет в шахтах Алчности. Друзья, до новых встреч в Borderlands.